При этом Неемия заклинает людей Господом не допускать нарушения законов преди вообще. Поэтому он использует здесь исторический факт, который связан с царем Соломоном. И это связано с 3 царством, 11 глава с 1 по 8 стих. При всем этом мы говорим о ассимиляции. Ассимиляция как грех, ассимиляция как религиозное нечестие. А может ли ассимиляция связана еще с недопущением идолопоклонства? Или так сказать, ассимиляция как идолопоклонства. Может ли? Если держаться чистоты крови и отношений, то оно сохранит ли наше отношение с Богом или нет? Сохранит. Другими словами, мысль очень проста. Ассимиляция народов влияет на состояние идолопоклонства. То есть склонность больше к идолам. Если смотреть на ту фразу, которую Неемия говорит, что Соломон, царство при своей славе, и с такой роскошью женщин, куда его отвели эти женщины? Только идолопоклонству. Закон на запрещение смешанных браков подвергался всегда многим изменениям на протяжении всех веков. Особенно для религиозных евреев. Мы должны понимать, что в контексте, в периоду второго храма, идолопоклонство истолковывалось как качество основного греха. Другими словами, да, мы отошли от Бога. Мы не читали Тору. Мы начали читать эту Тору, которая приближает нас к Богу, Его заветам. И они плакали и сказали, что все, мы хотим к этому Богу. Но причиной, причиной, почему Неемия утверждает религиозную позицию храма и служение в храме, порядок храма, порядок служения священников и так далее, чтобы поднять имя Господа выше всех остальных богов, потому что остальные боги не являются богами. Это всего лишь изделия рук человеческих. И вот момент здесь, во время второго храма упор был на то, что все остальные идолы, все остальные изваяния рук человеческих, ничто иное, как заблуждение. Есть только один, единственный бог Авраама, Ицаха, Иакова, который истинный бог. Все остальное является идолопоклонством. Вот это очень важно понимать, что этот упор был. И ассимиляция с другими народами казалась такой враждебной средой, где могло быть возрождение этого идолопоклонства, где толерантность другим народам к их богам способствовала возвращению Израиля или же продолжению всего Израиля следуя за теми богами, как самаритяне. Помните? И особенно в этот момент, когда пришли другие евреи, которые со смешанными браками, самаритяне, гружили, говорят, мы тоже хотим с вами участвовать в построении храма. И им что сказали? Ты кто такой? Давай, до свидания. Ты кто такой? Кто такой вообще? Кто такой? И среди этих людей, которые пришли, были тоже евреи, которые ассимилированные были, которые даже, может быть, не хотели этого религиозного восстановления. Но участие и не имея с Езрой, четкую позицию. Вам, нечистым людям, не нужно. Вы не можете с нами участвовать, не иметь с нами доли. Абсолютно. Ух ты. Извините, что-то у меня случилось здесь. А, все. И вот, давайте посмотрим Исайю, 20 глава. С 1 стиха по 15. Это очень много читать нужно. Кто-то, у кого хорошее зрение, пожалуйста. Исатая, 20 глава. Исайя, 21, 15. 6, 21, может быть, у меня там. Ладно, давайте посмотрим Левитам, 19 глава, 4 стих. Просто этот просмотрим и все. 19.4. Но не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь, Бог ваш. Мы видим, что конкретно здесь идет упор на то, чтобы не обращаться к никаким идолам. Есть там и Левитам, и Левитам 19.4. Там еще много есть местописания. Неудивительно, что когда смешанные браки упоминаются в Танахе, это чаще всего связано с идолопоклонством. То есть, чтобы эти женщины не увели вас к другим богам, не служить другим богам. Мы видим, что это была большая борьба против идолопоклонства во все время пребывания Израиля на его земле. Это была борьба. Но каким-то образом все равно возвращались и возвращались к поклонениям идолам. И все же, во времена второго храма был период, где Израиль смог повороть эту позицию. Я уже говорил, мы нигде больше не видим, чтобы Израиль как государство, как народ, причастный к храмовому служению, больше никогда не возвращался к идолам других народов. Мы не видим этого. Может быть, в некоторых местах, такие небольшие люди, которые были рассеяны в других местах, но в эре из Израиль мы больше не видели идолопоклонства. Мы говорили, как ассимиляция, как угроза иудаизму. Или, как относительно идолопоклонства. Могла ли ассимиляция угрожать своему иудаизму как таковому? Конечно же могла. Мы понимаем, что говорит здесь, не имея 13 глава, с 23 по 24 стих. Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен азиаток, аммонитянок, мавитянок, и от того сыновья их наполовину говорили по-азотски или языком других народов, и не умеют говорить по-иудейски. А вы мне скажите, если в семье есть евреи, которые женились на мавитянках, какая причина того, чтобы они не говорили на одном из языков родителей? Почему здесь он так говорит, что взявших жен из аммонитянок и азиатянок, а их дети говорили на тех языках, а по-еврейски не могли говорить? Ну, мамы воспитывают. Извините, дети же крутятся вокруг своих родителей. Если я по-русски говорю, да, и со другими общаюсь по-русски, то есть мои дети, будучи со мной, должны понимать, вот в чем здесь подлог, что вот в этой фразе что-то есть такого, что дает нам на другую совсем уровень мышления. Можно перетаскивать свою компанию? Да и нет, и да, и нет. Например, я говорю, когда моя Татьяна, моя жена, однажды, когда, может, 10 лет было, может быть, 8 тогда, когда она услышала своего папу, который говорил на молдавском языке, у нее были такие глаза большие, она бежала к маме и кричала, «Мама, мама, папа говорит по-молдавски». Или на молдавском, по-русски. Извините, начал говорить по-русски. Она начала бежать туда, говорит, «Папа говорит по-русски, по-русски говорит». И вот такой был, для нее был шок, потому что папа все время говорил на румынском, когда же с мамой, ну, на молдавском, хотя Михаил Давидович еще тот еврей. Знаете, когда он приехал прощаться со своими друзьями, которые работали на базах, на базах, и говорит, и попрощается, и говорит, ну, все, вот я еду, уезжаю в Израиль. И тут один говорит, «Изя, ты посмотри, куда этот молдаван едет». Михаил Давидович. А его папу звали Давид Моисеевич. Да, вот. И он, когда Татьяна имела проблемы в школе по фамилии, говорит, какая национальность? Она говорит, типа, молдаванка. А он вызывает ее этот самый, учитель по истории говорит, «Только ты никому не говори». Она говорит, «А почему? Ты не молдаванка». «А кто?» Я говорю, «Ты, говорит, у папы спроси». «Кохланд, Кохланд, Молдава, Молдавия, Кохланд». А когда мы с моим тестем говорили, потому что это фактически, ну, не говорите, что вы молдаванец, ну, это же евреи настоящие, он говорит, «Почему вы так считаете?» Ну, говорит, я говорю, ну, фамилия Кохланд, это вообще слово, как коген, это как бы священческая такая. Он говорит, так нет, нормальная молдавская фамилия, говорит, нормально. Вот у нас там друзья катаны, катан. Я говорю, правильно, но на иврите это означает маленький. А у них семья такого роста вся. То есть соответствовала фамилии, знаете. Да-да-да-да, соответствовала фамилии. Хотя в Уманских, Уманских раввинов, там есть у них, как бы, в летописи, да, там фамилии такие были, как Горбанько, не, да, Горбанько, был такой украинский, то есть он был горбатый, да, Товстоних, Реба такой, да, потом Кривонис, да, вот, это раввины, которые там, ну, летописи такие. То есть многие, да, многие думают, что это украинская фамилия, но уже давно забыты, как бы, там, корни. Тут поэтому разное такое. Почему могло повлиять на иудаизм, вот, ассимиляция? Как вы думаете? Фактически многие считают, что говорить на иврите и понимать религиозный тон писания две разные вещи. Кто из вас видел иидыш? Видел? Ну да, язык иидыш. У меня в этом самом, в офисе есть прямо целая полка там Новый Завет на иидыше. Возьмите иидыш и возьмите, нет, возьмите еврит. Вот у нас есть на еврейском библии. Вы посмотрите, вроде бы, одни и те же буквы, но произношение и стилистика всего разное. Поэтому очень важно, в синагогах всегда было, всегда в синагогах читалось с еврита, будем говорить так, больше там. А язык иидыш, это повседневный. Как говорят, что такое иидыш? Это тот же немецкий, только немножко посмешнее, с юмором. Вот так, вы знаете, вот. Язык, вот именно, что такое иидыш? Это, как сказать, такой момент. Это эволюция того же языка с применением, может быть, фраз для общего понимания. Что это значит? Например, многие русские, которые переехали, или мигранты, буквально недавно, там 30 лет назад, эмигрировали в Америку. И даже с первого, с первого, второго года, представьте такую себе картину. Люди приехали в Америку и пишут письма туда, на Украину. И пишут, о, яка це гарна, это файна така страна. Тут все есть. Мы, когда приехали, нам все дали. И шапу, и одежду, и кару, и там, и до хати, и для хати, и все. Приучать назад письмо? И такой ответ. Мы дуже дякова Богу, шо вам так добре. Алеш, ми молимся, шоб из вас зняв ту кару. И шо, да, а шо, не имели в виду, шо ему подарили машину. Машину, да. Вот, шоб зняв вас ту кару. Вот вам и, как бы, разговор. Если вы послушаете разговор иммигрантов, которые, послушайте, ну, я не точно не знаю, как это сказать. включите там CNL или еще такие есть там Impact, есть телевидение. И послушайте, как проповедники, которые туда уехали 20 лет назад, как они разговаривают, применяя английский язык к тем вещам, которые по-русски или там по-укрански говорят. Там между ними там есть, ну, шо, вместо того, чтобы сказать, страховка, они говорят иншура, иншурент, им легче сказать. Даже сегодня на украинском языке ты слушаешь ZIG TV, это вот этот, ну, украинский, западный, типа, со Львова, да, там сегодня делают книжную ярмарку, книжковую ярмарку. И говорит, и там этот диктор говорит, типа, и кожный киоск будет мать свою локацию. Что такое локацию? Ну, откуда тебе такое понимание? Откуда ты его взял? Потому что ты знаешь английский. The location, понимаете, да? Вот эти взятые заимствованные слова, они очень много работают. И так же самое в течение этого, может быть, трех-четырех столетий так и образовался этот язык. Другими словами, что здесь можно увидеть относительно того, что Неймия говорит, что они не говорят переиудейский, означало то, что они не понимали слов Торы. Понимаете, да? Я могу говорить со своими сыновьями, то есть я уже мог бы за 70 лет там, буду в изгнании, какой-то язык там изучить, еврейский бы мог. Я говорю на еврейском, смешанном, где-то там у меня есть слова, которые заимствованы от ассирийского, там еще это был язык, не знаю, там какой был в то время, мне кажется, что это был, какие там языки? Арамейский, да, наверное, арамейский, на арамейском языке разговаривают. Может, смешанный еврей с арамейским, да, потом он перекочевал все-таки на арамейский, но суть того, что они не понимали слова, то, что они читали из Писания. И очень часто, это должно быть 100%, чтобы читали Тору на еврите. Обязательно должно быть чтение Тора на еврите. И оно распевалось, Кантер распевал песни. Если кто-то из вас был когда-нибудь в православной церкви, слышали распев, на каком языке он идет? На старославянском. Кто-нибудь из вас понимает старославянский? Какие-то фразы, чук-чук-чук, но в общем-то вы бы подлежали вот этой категории детей, которые не знают старославянский. То же самое и в католической церкви там делают на на латыни, то есть именно это читают. Большинство людей не понимают о том, но когда-то это был язык церковный. Так же самое здесь, это мое личное понимание и из того простой логики, что дети из-за того, что они не воспитывались в религиозной атмосфере того времени, не было храма, не было молитв, может быть они были, но какие-то там синагогальные, либо чтение тора, не думаю, что всем было доступно, потому что когда они читали, то они плакали. Потом еще написано, что Эзра еще объяснял им, что он почитал. Помните, что он еще объяснял, толковал им, о чем написано. И люди тогда понимают, что мы наделали. Другими словами, они на самом деле не понимали языка, который было написано Тора, или пятикнижей, или там еще другие книги. Мы говорим о дисциплине или традиции. Вот где пересекается традиция с дисциплиной. Мы говорим сейчас о позиции, где Ниемия утверждает понимание субботы. Если мы посмотрим на ситуацию, там Диемия говорит о том, что он запрещал, он увидел, что в субботу люди торговали, да, он возмутился, потому что суббота должна была святой, и фактически никто же не умирал в субботу, как бы так. И он запретил евреям, плюс те, кто приходили из от моря, там привозили из Аждода и других мест, рыбу привозили, да, и торговали. Он запретил. То есть это была дань традиции или дисциплина больше? Наверное, была бы дисциплина. Была воспитана дисциплина в этом понимании, как я вот вижу, что суббота это то, что смогла содержать, ну, не спасти, а удержать евреев в этой дисциплинарной позиции, день, отделенный Богу. И есть такое выражение, не еврей хранил субботу, а суббота хранила евреев. И где бы евреи ни были, мы говорим, они всегда уделяют этому времени в субботе. Поэтому я спрашиваю многих, как вы храните субботы ваши? То есть вопрос не поклонения в субботу, не в этом так суть. Есть традиционные позиции для субботы, то, что принято раввинами, но это не самое важное. Ведь не написано, что делать в субботу. Зажигать нужно свечи, или там ломать хлеб, или там еще делать какой-то такой специальный стол. Не написано. Написано храни субботу, чтобы удаляться от какой-то работы. То есть отделиться от суеты, прилепиться к миру, шалому Божьему, чтобы созерцать его мир. Вот то, что суббота означает. Больше всего. Вот понимаете, да, в сущности. Вот это. Да, в субботу можно делать добрые дела. Да, можно помогать людям, я верю. но когда ты становишься суетой и ты уходишь от осознания, что Бог над всем и тебе нужно с ним пообщаться, я думаю, что вот это и есть пренебрежение. То, что происходило во времена Немии и Эзры, народ просто не понимал, не отделял, что свято, что не свято. Им все равно было приношение, не приношение, субботы. И для них дешевт был очень важный. Мало того, здесь употребляется такая часть, как использовали других, ну, еврейские бизнесмены, использовали другие народы для того, чтобы иметь немножко заработка. И мы называем это шабешгой. Вот это такой, да, вот такой момент. Чтобы самому нельзя делать, то можно кому делать? шабешгой. Поэтому вот это вот, наверное, люди, которые приходили из Аждода и других мест, которые приносили рыбу и туда в Иерусалим и все. Наверное, это были те договоренные люди, которые говорят, ты привози, а мы там потом разделим все, что нужно. Шабешгой. Такие вот. Приходили из Тира и те, кто жили в окружности. Не имея, понимая проблемы продажи в субботу полагают лимит или же запрещают еврейским купцам заниматься бизнесом. И советские богатые лидеры еврейского общества противостояли этому. Мы видим, также еще есть позиция, где я до этого читал, что для Товии было сделано какая-то привилегия. он пишет, что в моем отсутствии, когда я пришел, то первосвященник он выделил для Товии комнату, комнату, где должны были храниться приношения и так далее. Здесь он выгнал его. И мы видим, что такое дерзость, очень серьезное. Некоторые комментарии, христианские комментарии, говорят о том, что левиты были настолько опущены, что не хотели выполнять законы и позволили нееврею властвовать на территории храма. Плюс это был родственник ему какой-то там далекий. Но противостояние между Неемией и Товией было очень большое, потому что Неемия пытался восстановить, мы говорили уже храмовое служение, возвращение к религиозной идентичности. И у него была почти та же самая власть от царя, как и была власть у Товии. Товия была очень влиятельным человеком. Но вопрос такой, по какому праву Товия занял место в этой комнате? Почему ему дали эту комнату? Товия мог занять эту комнату? Почему иметь такую дерзость? Мало того, что он имел влияние на всю территорию Иордана, за Иорданом, влиятельная семья, богатая, мы уже поговорили об этом. Насколько нужно было иметь наглость, чтобы занять комнату на храмовой горе, где должны были быть комнаты для приношения? Что это за дерзость? на каком праве? Как вы думаете? Мы об этом говорили. На праве первосвященства. Он был потомок первосвященников, если помните, да? На этом праве он и занимает эту комнату, иначе нельзя ее трактовать. Хотя здесь не указано это, но если мы посмотрим из его родословия, его влияние, то наверное эта дерзость пришла и вот на эту позицию, когда храмовое служение уже установлено было Неемией и Эзрой, то наверное дерзость была такова, чтобы взять и там верховодство, такое влияние на храмовое служение, на уставы священников и левитов и так далее, и занявши это место. Товия был дерзок, но Неемия был намного круче, можем говорить, он просто взял вещи Товии и выбросил, выгнал с треском. Наверное, у человека было довольно серьезное хуцпы, это было такое, по какому праву, мы говорим, по праву первосвященника пришел Товия, но по праву восстановителя Иерусалима и правды Божьей Неемия изгоняет его из мест, где его не должно быть. Каков можно сделать вывод? Вот мы приходим к концу, я немного, можно сказать. Каков вывод из всего 13 главы, из этих реформ, которые сделал Неемия и Эзра? Очень простой, в свете религиозной идентичности Неемии мы можем перенести это на важные формы из плоскости древности в плоскость современного отождествления сохранения веры. Другими словами, рамки, которые поставят община для сохранения веры и упования на Бога можно поставить на другой уровень, чтобы сохранить веру нужны рамки. современные тенденции развития либерального подхода к правилам священописания толкают многочисленные общины, как иудейские, так и христианские к толерантному толкованию слова Божьего. мы понимаем, что на сегодняшнем либерализме и будем говорить так, человечности, феминизме на измах нашего общества, которое влияет на религиозную составную разных общин, мы видим эти влияния очень серьезные. Мы можем как иудейской стороны, так и христианской стороны увидеть тенденции интерпретировать священное писание относительно меньшинств. Малое стадо это такое, какое-то стадо баранов, но я имею в виду, что одно из таких позиций, что женщины будем говорить равны, то есть феминизм такой. До действительности мы можем говорить о том, что права женщины должны быть отстаиваемы, то есть это правильно, что они должны иметь голос свой, они могут работать. Но когда касается вопроса религиозного понимания, не посчитайте меня старым консерватором, но я верю, что только единичные случаи, где Бог использует женщин в качестве лидеров относительно ее призвания, ее призвания, когда нет мужчин, которые стали на эту позицию. Мы это видим с Дебора, мы видим еще несколько женщин, которые Бог использовал. Но когда мы говорим о первосвященстве, священном действии и так далее, мы видим привилегии или преференции более отделенные для мужчин, которые имеют позиции. вот это одна из либеральных позиций церковного либо иудейского сегодняшнего модерна такого относительно геев и лесбиянок тоже. Как иудаизм есть эти проблемы и склонность к этим вещам и толерантность, так и христианство есть. И вот именно либеральный подход к священному писанию и его отопитации влияет на формирование общины. Опыт неимия показывает, что можно избавиться от таких тенденций и поставить идентичность религиозную на другой уровень в отношении к Богу и отношении самих правил. И это делается через правила внутренние, которые ставят община. Потому что Писание говорит такие простые вещи. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли вы, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. И я верю, что будущее общины предначертано в тех позициях, которые община будет придерживаться относительно Писания. Если мы знаем Писание, мы изучаем Библию, мы придерживаемся правил Священного Писания, мы выстоим, мы будем твердые, и мы не подобимся тем людям, которые потеряли давно Бога и не знают Его абсолютно. необходимые меры сделаны не имеем мы сегодня можем применять. Они применимы, но уже в современном духе перемен. Просто. Их надо интерпретировать в современном духе перемен. Для чего? Относительно смотрите, может ли сегодня верующий мужчина, просто так влюбившись в неверующую женщину, сказать, я хочу жениться на ней, она будет моей женой. Может? Может. 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 Нет, смотрите, может, потому что Библия четко, особенно Новый Завет, говорит, что брак у вас должен быть по любви. Если раньше можно было по маленькому договоренности поговорить, и вот относительно нейми, это было четко, ты не можешь за рамки выйти других народов. Может ли сегодня христианин или же верующий человек жениться на африканке, например, на черной? Может? Может. Сегодня можно все. То есть рамки, они расширились как таковые. Но всегда есть но. если вот то, что включается с неймией, если она согласна следовать Писанию, взять на себя ответственность относительно Библии, тогда этот брак, он будет более успешным. Понятно, да? Если не берет на себя ответственность, то нужно ждать другой реакции, что это неравномерное содружество утянет в негативную сторону, более, из 100%, 99% будет именно таким образом, что уйдет в негативную сторону. Это всегда так будет. Я вам один могу пример привести. Хотите? если я возьму сейчас вот так давай Даша тебе я тебя заберу здесь. Я сейчас сделаю одну вещь там я тебя не буду бить абсолютно. Да, выходи. потянуть вверх, вниз. Да. Да. Я как верующий человек я считаюсь духовно выше, правда? А человек, который неверующий много чего не знает. Не знает путей Божьих сделать свое. Теперь мы будем давай встань передо мною. Вот мы сейчас ты метяни вниз со всей своей силы, а я пытаюсь тебя наверх поднять. тебе легче меня вниз скинуть, нежели мне поднять тебя. Понятно, да? Если не будет твоей личной воли в том, чтобы встать на тот уровень, где нахожусь я. Вот эти примеры, которые нам оставил Неемия, это реформы, которые делает Неемия, я думаю, что они применимы и должны быть исследованы общиной, церковью, синагогой для того, чтобы создать атмосферу богобоязненной общины, которая следует принципам, которые Бог хочет нас благословить. богобоязненной богобоязненной